Казанский федеральный университет стал победителем экспертного отбора Министерства обороны Российской Федерации в военно-техническом форуме «Армия-2021». Какие проекты представили ученые КФУ, расскажем в сюжете. На Международном военно-техническом форуме «Армия» ежегодно демонстрируются достижения научно-технической отрасли и интеллектуальных систем. Казанский университет представил два проекта, связанные с использованием искусственного интеллекта в медицинской диагностике. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор по общим вопросам Ришат Гузеров и директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чеквин. Презентация вызвала очень высокий интерес. Докладывался я, я сразу видел, как ко мне поворачиваются практически все члены жюри, все, кто в зале сидели. После самой выставки ко мне подошли несколько человек, соответственно, заинтересовались самим проектом, то есть мы тоже провели переговоры. Жюри по результатам выставило максимальные баллы и КФУ, соответственно, победил. Так, проект «Альтея» позволяет отслеживать физическое и эмоциональное состояние человека с помощью смартфона или гибкой платы, ставит диагноз и предупреждает о возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации. А проект «АЗИК» помогает УЗИ-специалистам работать с устаревшими аппаратами. Блок, подключенный к планшету, перехватывает изображение, улучшает его качество, устраняет дефекты и искажения. Проекту «АЗИК» соответственно аналогов, в принципе, не существует. Такие системы, они стоят на очень дорогих УЗИ-аппаратах, а это позволяет дополнить любые УЗИ-аппараты системы машинного зрения. По словам руководителя проектов «Амальтея» и «АЗИК», тестовая эксплуатация оборудования начнется в медико-санитарной части Казанского федерального университета уже в сентябре. Ариадна Кугушева, Универньюс.